Добровольцы разбирали завалы, выносили мебель, которая пришла в негодность, консультировали жителей по юридическим вопросам. За время работы помощь от волонтеров получили более ста крымчан из пострадавших районов. Мы работали по прилегающим территориям, это Васильевка. Наша была основная задача, это зайти в коммуникацию с жителями и знать, чем мы можем им помочь, что мы можем для них сделать. Вообще наша команда очень большая и представляла себя и врачей, и юристов, и психологов, ну и конечно же рабочая сила, которую я и составлял. Команда молодежки ОНФ работает в Крыму с 21 июня. Перед отъездом они подвели итоги первой смены в Ялте за труд. Их поблагодарил в том числе заслуженный артист России Александр Олешко. Те честные, прекрасные ребята, на которых стоит страна. Я таких людей всегда уважаю и как могу поддерживаю. Если я сегодня им подарю хорошее, доброе настроение, они смогут немножко отдохнуть от очень тяжелого труда, то значит и я свою задачу выполняю, потому что у каждого человека на этой земле свой фронт, своя работа, своя трибуна. 67 домов в Керчи и порядка 40 в Ялте. Волонтеры помогали спасать имущество крымчан, убирали улицы городов. В регионе было порядка 100 человек. Это ребята, которые приехали из 11 регионов Российской Федерации. Какую работу проделывали, вы знаете, самую разную. Это и физическая помощь тем людям, которые остались в моменте, скажем так, без всего. Это юридическая помощь тем людям, которые не знали, что делать. Оказывали помощь в составлении заявлений, оказывали помощь в общении с администрацией, муниципальных образований. На этом работа волонтеров не заканчивается. На вахту заступит вторая смена из 50 человек. Они прибудут на полуостров в ближайшее время и помогут жителям Бахчисарайского района. Гузель Мамбетова и Арсен Фукала. Телеканал Меллет, Левадия, Ялта.